Привет, дорогие товарищи! Сегодняшний день у меня начался с того, что я пошла опять обходить все эти инстанции, чтобы получить свой диплом. И в итоге я так и не получила. Ну, то есть не диплом, а всякие бумажки. Диплом-то я получила, и сейчас я вам его покажу. И мы с Сашей выбрались в центр, чтобы отметить мой диплом, который так выглядит, что и не достоин отмечаний. И сейчас мы сядем, и я еще порассказываю всякого. Вот так выглядит во Львове ратуша. Что-то типа городской совет, городское управление. И это самая главная туристическая площадь, площадь-рынок. И в будние дни здесь, слава богу, не так много туристов. А мы пойдем в такую маленькую уютную кавьярню. Вон там она называется на Бамбетли. Бамбетли — это лавочка. Мы тут польскую музыку слушаем. И я хотела рассказать... что? Польская музыка. Саша ничего не понимает. Хотела рассказать, если бы я не была в музее, это был один из пунктов моего квеста, чтобы получить диплом, который я не получила. О, кстати, сейчас покажу диплом. Вот так вот выглядит диплом. Это просто бумажечка. Это как грамм, это только меньше в два раза. И вообще не ламинации, ничего, никаких вообще прелестей. И мне кажется, такое можно делать дома. Музей. И там есть такие... Как оказалось, зачем мы туда вообще все сносим эти работы? Там есть такой толмуд вот такой толщины. И там подшиты все дипломные работы всех выпускников. И оказалось, что люди, которые хотят поступить в академию, могут зайти в музей и посмотреть все дипломные работы. И типа выбрать, на какой факультет они собираются идти. Так что, если вы собираетесь поступать в Курголовскую академию, сходите в музей, посмотрите, какая кафедра вам больше по вкусу. А еще там, это же все-таки музей, там были некоторые работы с кафедрой стекла и какое-то там тканство, что-то такое. Ну, выглядело все достаточно по-со-взэповски, но тем не менее интересно. Я немножко так похвастаюсь. Мне Саша подарил, ну, в честь моего совершения, подарочек две книжки. Одна на русском называется, как «Будь лучшей версией себя», а вторая называется «Как разговаривать с кем угодно». Буду научиться, как разговаривать с людьми. Так что, лучший подарок книг. Мы заходили в наше любимое кафе, грин-кафе, там покушали, а на десерте я купила себе попробовать медовый казинак. По идее, здесь только семечки и мед. Вроде бы без сахара и уже полезно. О, она такая мягкая и липкая. Сегодня я выставила свое последнее видео про дипломный проект. И, кстати, кто не смотрел, посмотрите. И там у меня в комментариях несколько раз спрашивали, на каком языке я говорю в повседневной жизни. Так, в общем, говорю я на русском, потому что я родом из центральной Украины, из города Кривого Рога, и там у нас все говорят на русском. И вся моя семья, моя мама на русском. И Саша тоже, он из Одессы, тоже на русском. Но, тем не менее, я живу в Львове. Здесь большая часть населения горит на украинском, и я не испытываю тоже никаких проблем. На учебе говорю на украинском, ну и защищала диплом тоже на украинском. Короче, я абсолютно спокойно и свободно говорю на двух языках. Я считаю, во Львов приезжаю пожрать и походить по церквам. Так, в общем, это мой любимый собор, Доминиканский собор, самый, как по мне, красивый. А напротив него находится очень хорошая книгарня, то есть книжный магазин. Называется книгарня на Федорово, потому что это улица Федорова. Первого книжку-другаря. И тут же рядом с этим собором книжный магазин есть огромная, ну как огромная, большая книжная барахолка, рядом с памятником того самого Федорова. Так что, если вы любите старые книжки, ну здесь в основном советские, но иногда попадаются, например, польские или даже книжки на английском, рекомендую. И вот я уже дома, и мне захотелось ответить на камеру на еще один очень популярный вопрос. Иду ли я на магистратуру? Так, в общем-то, во Львове на магистратуру я не иду. Но я не оставляю за собой возможность получить магистратуру, возможно, в каком-то другом университете, возможно, в университете другой страны. Вдруг мне подвернется найти какую-то интересную программу, грант или что-то в таком духе. В общем, я не покидаю надежд, и, возможно, до этого получится еще какой-то интересный проект. А по приходу домой я решила поубирать у себя в столе и нашла целую кучу своих старых скетчбуков. Вот эта стопочка. И здесь есть эскизы из первых курсов. В общем, я сейчас сделаю небольшой такой видеообзор. У меня здесь есть даже скетчбук с фиолетовой и зеленой бумагой. Так что, если вы из тех людей, которые любят смотреть обзоры скетчбуков, то в следующем видео я покажу подробнее, поролистаю каждую страничку, расскажу про них истории. В общем, милости прошу смотреть. Сижу здесь и понимаю, что я же теперь настоящий взрослый. У меня же теперь есть высшее образование. Так что пойду заниматься своими настоящими взрослыми делами. Делать обзор в своих скетчбуках. Спасибо, что смотрите меня. И желаю вам хорошего дня, вечера, утра, настроения, вдохновения. И, в общем, улыбайтесь. А мы увидимся с вами в следующем видео. Пока! Пока!